все привет сегодня поделюсь своими секретиками как я жарю стейк один из главных как бы принципов получить хороший стейк это выбрать правильное мясо я люблю выбирать мясо с прожилками жирка так чтобы стейк получился сочный у меня кусочек антрикот здесь второе это хорошенько посолить и поперчить и заправить специями как бы так хорошо потому что очень многое со специи потеряется во время жарки еще одно из главных перед тем как начнете готовить стейк это он должен быть комнатной температуры и специи сегодня у меня будет только соль и перец и ты как бы хорошо хорошо солю перчу с собой сторон вдавливаю немного специи и делаю то же самое с другой стороны как бы не жалею потому что все как я сказала большинство специя но все идет сковородку при жарке это переработка комнатной температуры мяско хорошо перчится и солится а тем временем сковорода или гриль разогревается у меня на медиум до сильной температуры хорошо разогретое масло выкладываю стейк так осторожненько чтобы ничего не стреляло и теперь обжаривается с первой стороны до корочки как бы стараться не переворачивать не перевернется и ничего страшного обжариваем это займет где-то две-три минуты с этой стороны вот стейк обжарился с одной стороны прошло где-то 3-7 минутки вот корочка такая отличная появилась весь курс корочки поэтому корочка нам очень важно все их не может быть бледным теперь немного обжариваем с этой стороны а потом покажу что я делаю под конец жарки и все дам я ему пару минут обжариться вот прошло еще пару минут стейк начинает появляться корочка с другой стороны и вот концы жарки я добавляю кусочек масла добавляю пару разбитых зубчиков чеснока и немного розмарина так что ароматика получить теперь жду когда масло растутся вот что хотела показать проверять насколько стейк надо нажимать вот так вот пальчиком вот у нас еще очень реально очень мягкое масло будем ждать чтобы оно немного будет еще мягкое но в то же самое время появится у него больше опоры теперь топим маслецо обжариваем немного чесночок и розмарин и теперь этим маслецом вот так вот потихоньку поливать под конец жарки поливаю стейк мне надо еще как минимум до медиума мне надо еще немного его поджарить вот так вот потихоньку жду желаемого результата покажу какой он будет по консистенции на медиум вот я дохожу до желаемого результата я нажимаю пальчиком вот он еще удавливается но уже появилась как раз я даже не знаю как сказать упругость и следующее что самое главное это отдать столько времени сколько стейк жарился столько времени он должен отдыхать и в принципе в этом и все секретики вот стейк в принципе у меня и готов я сейчас дам ему отдохнуть столько же времени сколько я его жарила где-то восемь минут и будем резать можно достать если вы уже чувствуете что пережарить можно достать со сковородки но у меня еще в принципе есть чего подождать я дам ему отдыхать в сковородке если разрежете раньше времени то все соки которые сохранялись они все-все-все вытечет как бы обязательно подождать и 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